18 сентября в Институте физики Казанского Федерального Университета прошло масштабное мероприятие, посвященное Всероссийскому Дню Физики. Физика – одна из фундаментальных наук, стоящая в основе многих дисциплин, связанных с техникой, играющая важную роль в развитии технологий. А потому празднование – неотъемлемая часть жизни всех причастных к этой области. Программа мероприятия была насыщена лекциями от преподавателей Института физики Казанского Федерального Университета и Московского физико-технического института, лабораторными шоу, ярмаркой специальности, различными квизами и экспериментами и многим другим. Гости мероприятия ответили на вопрос интеллектуальной викторины и даже провели первую медицинскую помощь роботу с реалистичными жизненными показателями – нано-разработки выпускников факультета. Например, робот, подобно человеку моргает, дышит, двигается, а также имеет пульс. Сегодня радостное событие – День физики. Он отмечается во многих городах сегодня у нас в России. Но в данный момент мы знаем информацию о 20 городах, которые отмечают этот праздник. И, конечно же, этот праздник отмечается у нас в Институте физики Казанского Федерального Университета. Прекрасная погода. Очень рад, что пришло столько у нас людей и взрослых, и детей, и их родителей. Я надеюсь, что всем понравится, все получат свою толику и массу удовольствия. Студенты и выпускники Института физики представили ярмарку профессий, где рассказали участникам о перспективах, сложностях и позитивных моментах направлений подготовки, ориентированных на сферу физики. Несмотря на масштаб праздника, заблудиться и потеряться было невозможно. Волонтеры стояли прямо у входа рядом с информацией о специальностях. Там же помогали соориентироваться. Мы рассказываем о наших направлениях, где мы учимся. Каждый студент стоит со своим направлением и мы рассказываем, отвечаем на вопросы у школьников, их родителей, что вообще разные вопросы дают по направлению. Представляю направление радиофизики. Оно состоит из бакалавра, это 4 года обучения, и магистратуры. Особенностью нашего направления является его универсальность. На нем вы, во-первых, получаете хорошие знания в общем по физике, математике и всем точным наукам. А также вы можете после выбора кафедры заняться как проектированием и созданием радиотехнических приборов. У нас есть также направление программирования. В холле зданий участникам была представлена возможность ответить на каверзные вопросы, связанные с физикой и учеными, чьи открытия покорили весь мир. После устных мероприятий все желающие стали частью самых настоящих экспериментов. Например, как правильно выстроить луч у лазера, чтобы световой сигнал достал до нужной точки. Здесь вот несколько экспериментальных аудиторий, и в каждой аудитории свой эксперимент. Детям обрисовывается задача, соответственно, они должны подумать, как эту экспериментальную задачу можно решить. На мероприятии по случаю Всероссийского дня физики побывали, пожалуй, все категории населения, от учеников до учителей, от студентов до преподавателей, от малышей до родителей. Взрослым было особенно интересно послушать научно-популярные лекции. Валерия Карташова, Фарид Захитоглы, Универньюс.